Всем привет на моем канале! В сегодняшнем видео я буду готовить очень вкусные заварные пирожные эклеры с кремом пломбир. Начинаем приготовление и всем приятного просмотра! Для эклеров мне надо 250 мл воды, 60 г сливочного масла, щепотка соли, 190 г муки и 4 куриных яйца. Я сейчас в кастрюлю отправлю воду, сливочное масло и щепотку соли. Сейчас я кастрюлю отправлю на плиту и мне надо это все закипятить. Вода и сливочное масло уже закипели, сейчас я сюда отправляю всю муку и ложкой все перемешиваю. Мне всю эту массу надо уварить и у меня должен получиться комок. Один большой комок из этой всей массы. В моей плите 9 режимов, я включила на четверочку и на таком огне увариваю эту массу. Буквально минуточку-две. Вот такой комок получился, сейчас я кастрюлю убираю с плиты. Я сейчас эту массу горячую переложу в миску. Когда тесто немного остыло, я буду добавлять понемногу куриные яйца и буду взбивать это все миксером. Когда я хорошо вмешаю яйцо в эту мучную смесь, я буду добавлять следующее яйцо. Добавляю яйцо. Так как масса у меня еще очень густая, я в этот раз купила куриные яйца, они не очень большие, не очень большие по размеру. Я добавляю еще одно куриное яйцо. Тесто для эклеров уже готово. Посмотрите, какое оно должно быть. Тесто должно быть не слишком тугое, но и не жидкое. Вот такая консистенция теста. Я в рецепте укажу, что добавляйте 4 или 5 куриных яиц. Я сейчас наберу тесто в большой мешок для крема. Краешек мешка я немного отрезаю. Конечно же, для отсадки эклеров также можно использовать любую насадку или открытую звезду, или обычную круглую насадку, вот такую большую при выходе. Но я очень часто делаю просто так. Выдавливаю из мешка, и меня это тоже вполне устраивает. Отрезаем немного край мешка. И отсаживаем эклеры на противень с пергаментом. Длина каждого эклера примерно 10 см. У меня получилось целых 2 противня с эклерами. Из остатков я сделала вот такие маленькие эклерчики. Сейчас я отправляю 2 противня одновременно в духовку. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. И выпекать эклеры буду примерно около 30 минут. Смотрите уже по своей духовке. Все духовки разные. Может, они будут готовы за 25 минут или за 35 минут. Ну, я ставлю примерно на 30. Там уже посмотрю. Итак, я уже напекла эклеры. Не пугайтесь, у меня здесь очень много эклеров. Я сделала целых 2 порции теста. Напекла вот такой большой полный противень эклерчиков. Делала и побольше, и поменьше размером эклеры. Так, что я делаю? Я сегодня начиняю свои эклеры кремом пломбир. Рецепт такого крема недавно вышел на моем канале. Ссылку я оставлю под этим видео. Я набрала крем в мешок. Взяла насадку открытая звезда. Я беру всегда любые насадки. Можно и обычную круглую насадочку, или открытая звездочка, закрытая звездочка. Не важно. Так, крем тоже из холодильника. Когда я приготовила, послала его в холодильник. Достала из холодильника. Он час у меня постоял на столе, при комнатной температуре нагрелся. И таким кремом я уже начиняю эклеры. Я беру эклерчик. Протыкаю насадкой вот так сбоку. И начиняю кремом. В интернет-магазинах, конечно же, продаются специальные насадки для начинки эклеров. Но мне удобно и вот такими простыми насадками, которые есть у каждого кондитера. Я растопила горький шоколад. Две плитки. Добавила в горький шоколад кусочек сливочного масла, чуть меньше столовой ложки. Растопила это все на водяной бане. И покрываю вот таким шоколадом черным, такой глазурью черного шоколада, покрываю эклеры. Вот у меня здесь уже готовы эклеры. Но это не все, это только половина. Напомню, что я сегодня готовила эклеры на две порции. Я их готовила так, чисто для домашнего чаепития. Хочу угостить своих родных и близких. Я также охладила один из эклеров для того, чтобы показать, какой же он в разрезе. Потому что теплые эклеры разрезаются не совсем красиво. Я покажу здесь. Вот я рядышком на тарелочке разрезала один эклер. И здесь у меня крем смешался с шоколадом. Вот такой он получился. Но я один охладила. И сейчас хочу показать вам, какой же он в разрезе. Вот такой эклерчик в разрезе. Я эклеры сегодня начиняла кремом пломбир. Но также я их часто начиняю или белково-заварным кремом, или просто заварным кремом. Это очень-очень вкусно. Но крем пломбир для этого тоже отлично подходит. Также иногда я начиняю эклеры творожным кремом. Верх эклера можно украсить как шоколадом, так и другой глазурью. Или просто же покрыть этим же кремом, что и в начинке, и посыпать бисквитной крошкой или песочной крошкой. По-любому, такие эклеры будут вкусные. Вот такие эклеры я сегодня готовила для домашнего чаепития. Советую вам приготовить такие вкусные пирожные. Я думаю, вам понравится. Ну а на сегодня все. Спасибо всем за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok